так ну что всем доброе утро вот мы и на старте карпатского кордона как вы видите вот вот это вот массовую истерию внедорожников я даже не могу вам все показать попытаюсь и сейчас вы спуститься вниз чтобы ну хотя бы хоть как-то визуально попытались это ну все увидеть вот у нас там сзади вот палатка организаторов которых продаются наклейки футболки и так далее поэтому вот наш еще один коллега вот как раз подъехал да сейчас мы саня что-то хочет но я ему говорю чтобы он пока меня не трогал поэтому вот ребята наши с коломы сейчас вот съезжаются видите машинка битного его уже все прекрасно помните у нас по нашим видео он димыч рубан он тарас перед они сейчас стартуют на карпатский кордон плюс но выше я не могу там немножко показать вы там просто все тоже заставлено автомобилями сейчас просто у нас 8 часов утра люди только собираются вот сюда съезжаются и вот туда вот вот вы видите вот вот там вот дорога туда вот да вот это у нас старт будет куда мы будем стартовать прямо сейчас мы хотим ее распечатать первыми поскольку дальше там будет просто затык огромный прошлом году мы там стояли 3-4 часа поэтому вот она как она все выглядит я вам так хочу пройти сейчас показать показать нашу компашку вот мы здесь все все здесь могут припарковались а вот здесь вся наша как говорится банда находится которая будет ехать на карпатский кордон мы такой маленькой нашей группировкой стали у нас 12 машин что не шнурки мы проразвязывались одно ничего ну вот так вот выглядит карпатский кордон со стороны участников вот смотрите вот здесь люди остались и палатками там выше дальше у нас на сидевер дорога путь туда там тоже все заставлено вот людям тоже вот скучно и они хоть как-то пытаются знаете ну короче вот оно все наше движение как оно все выглядит поэтому вот да вот наши машинки все вот ребята поэтому сейчас мы будем стартовать буквально там через сколько но минут пять еще нам на сборы мы стартуем ну и все и поднимаемся в горы и дальше уже будет у нас веселуха и будем смотреть что там и как там у нас будет точнее нормальная дорога проезда или не будет ее тут вот тоже наши шишики стоят вон там вот мельком ну так что так дальше вам буду все показывать и рассказывать как всегда будете смотреть на наше видео и увидите уже карпатский кордон теми глазами которыми видим его мы с вами андрюха вот ходит видите троллит всех вот этот делает вид что он какой-то модный фотограф-оператор да так что вот так вот все до следующего видео все ну как Уже достаем лебедку. Кордон обещает быть очень ярким. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Вперед! Вперед! Давай, давай, давай! Вперед! Оп! Вперед! Вот зачем тебе телефон! Давай, выезжай! Вот прямо там, как вверх, давай! Назар, назад, давай! Вперед! 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 Ровно руки! Слышишь? У тебя просто в колесо палка заберет! Он сейчас пойдет! Только туда прогой бери! Давай! Малышка вообще! Красавка! Красава! 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 Какое намного нравится! Куда захотите! Вперед! Куда захотите! Захотилось на обход Игорь, я за значение Игорь, я за значение Антон, назад, Рохи Я очень приятно Отлично, на кромика назад или там написано Давай, давай Покажи чуть Молодец, еще чуть-чуть Чуть-чуть колесо не выскочило Там ступенька маленькая Там бревно как Там ты на бревно ходишь Молодец Пошел, пошел, пошел Покажи чуть-чуть Покажи чуть-чуть Покажи чуть-чуть Еще, еще, еще Давай, давай, давай И оттуда на полном газу Газ в пол и пошел Ах, блядь Ой Давай Покажи чуть-чуть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А что, задняя не работает? Не, не работает, улочка. Колесо спускает. Колесо тоже... Колесо спускает, правое, скажи. Что? Колесо, правое, спускает, переднее у него сейчас. Спускай? Да, да, вон. Я уже на нем просто был, весь ездил. А он шипит. Шипит? Да. Появи. Стой, стой, стой! Давай, стой, стой, стой! Так, сейчас глянем, улочка тут трапалась. Охренеть! Это алюминиевый вончик или метал? Алюминий. Алюминий. Что делать? Хорошо. Два молокочка и рвать молоками. Мы едем, мы побудем подкачивать. Нормально. Вымывайте грязь и подрыхтуйте. Да, хоть так чуть-чуть. Ты в ту колю. Я же разбулся там, где ты нырнул. Да. Я там тупо нырнул и разбулся. Наверное. Вся наша толпа. Вот шишика как. Слепой вот такой экстремал. Слепой ее уже чуть ли не на бок ложит. Саня решил сделать этот день. Штурмана вон просто выпадают. Зато выходить нормально, да, Волк? Костя! Надо большого полета, понял? На той части попробую. Давай назад! Давай назад! Да! Заходя! Да! 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 Саня, может стропу попробовать оставить. Стапу из сайбукки. Гнёк сверлип. Субтитры сделал DimaTorzok Саня по простому не может, он хочет просто на бок положить шишиху Штурмана ему рассказывают, давай за другое дерево, нет, он никого не слушает Саня, отдайся, ну что такое Слушай, говненки, ты не забывай, вот дрова, 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 дрова Нихуяная дрова, блядя Он просто не кино работает Я тебе говорю, Саня, блядь, на видео работает, он хочет, чтобы он ее положил на бок А потом мы тут оебались, а как ее перевернуть Саш, да, да, давай, блядь Вот так вот у нас в Карпатике происходит Водители одно видение, блядь, как ехать Да, уж штурмана дует Так, шишишка вот пошла Выскочила, кажется, поле Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Люди поспали, проснулись и приехали к нам. А что вы так рано выехали, так мало проехали? Потому что пробки везде. Да, так вы выехали в 11.52. Паркуйте, чуть дальше там едете. У нас сейчас маленький пивал. Мы здесь встали. Мы второй раз отбудили такое же другое колесо. Мы его уже скачали больше и сейчас будем ехать уже так, чтобы такие виды у нас открываются. Если бы не туман, то мы просто видели бы шикарную красивую вершину, которая у нас вот здесь вот перед нами открывается. А так мы видим только туманные облака. Смотрим, у нас такой маленький привал. Сейчас опять собираемся прочь и едем дальше. Вон она нас догнала уже одна. Ребята, мы идем дальше. Сейчас взяли. Ребята, мы идем дальше. Сейчас взяли. Сейчас взяли. Да, сейчас еще у нас небольшой спуск и вон наш лагерь. Так что вот смотрите, какой интересный спуск. Вот когда-то мы на него, ну не когда-то, а в прошлом году мы на него поднимались. Поэтому такой очень интересный подъем. Представляете, да? Вот когда под дождиком таким был, нужно сюда подняться, выскочить. С этими уступами, с камнями. Вот такой нелегкий. Видишь, что это градус? Вот такие тегенометры показывают 30 градусов. По прямой ходу, Саш, поехали, там нормальная дорога. Субтитры делал DimaTorzok Вон, который у нас тут. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, вот мы и парковались, как говорится, нашли место для лагеря. Вот хочу показать, как это все выглядит вживую, как говорится. Вот вы видите, вот там, вот-вот, далеко с дыры спускаются вот толпы автомобилей. Это те, которые приехали на первое место ночевки. Оно у всех на треке прописано, и на легенде тоже оно есть. И вот машины, вот видите, я сейчас немножко приклею. Вот такими вот, скажем так, клубами, партиями, можно сказать, приезжают сюда, и все потом быстро ищут себе место. Вот наши прилуки вот здесь вот встали, вот они стоят. Они просто там растянули шатер, им, ну, удобно, как бы комфортно. А мы, вот наша вся такая большая семья расположилась вот здесь. Вот мы вот так вот припарковались. А вот сейчас я обойду, вам покажу сам лагерь, как он у нас сейчас выглядит. Ребята там уже еще дальше, выше, и все, каждый сейчас вот как можно ближе к лесу прижимается и ищет себе место для ночевки в лагере. Лагерь у нас вот такой вот. Вот там вот девчонки стоят, ждут. Вон там наш патрол, вот у нас такая палатка, в которой мы будем, как говорится, вот, я не буду говорить, как я сейчас называю этих вот прекрасных, да? Нельзя. Нельзя? Нет. Фразу алкашки нельзя употреблять. А как вы думали? Поэтому вот так вот у нас патрол вот так вот выглядит. Вот мы сюда растянули маркизу. Вот все выкинули с патрола, это готовят спальное место. Ну и пацаны вот собираются с каждой свою палатку. Здесь вот палатками. Здесь вот Леша стал. Вот здесь вот Андрюха сейчас свою разбирает как раз палатку. Будет вот испытывать, конечно, первый раз уже или нет? Да. Первый. Первый. Это жесть будет. Это будет, да. Он сейчас сам не знает, что это будет. Ну вот тоже, ребята, видите, компашка здесь остановились. Ну, вот так вот выглядит место первой ночевки, на которой все, грубо говоря, джиперы и квадроциклисты, вы видите, собираются. Вот они сейчас с этого верха будут тянуться еще, ехать и ехать до позднего вечера. Потом нам завтра стартовать вот сюда вот налево. Да, отсюда мы будем стартовать. Уйдем в село, проедем немножко по селу и дальше выезжаем себе на маршрут, который будет двигаться у нас дальше. Для самых отчаянных экстремалов, но тут немножко не видно. Вот выше, вот где идет дымок, вот за этими автомобилями есть дорога, которая поднимается туда наверх. Скажу так, мы два раза пытались оттуда подняться, не смогли. Поэтому нам придется, грубо говоря, как и всем, из-за того, что у нас большая часть автомобилей, это, ну, не сильно подготовленные. Вот, как вы видите, лендроверы, которых мы сейчас называем королева. Да. Поэтому мы передаем этот брелок королеву от машины к машине, которые их тягают и возим с собой на всякие, ну, сложные подъемы, которые тяжело им самому подняться. Нам приходится их цеплять за себя и тянуть дальше. Так что придется нам объезжать, не ехать ту горку. Ну, я думаю, что когда-то мы ее обязательно покорим, как говорится. Так что вот так вот выглядит место ночевки всех джиперов, которые приезжают на Карпатский кордон. Вот квадриков, толпа, видите, они там собираются себе своей бандой, как говорится. Вот вы видите, такой, да, вот небольшой муравейник. Почему муравейник? Потому что они маленькие, везде шустрые такие, везде постоянно путаются перед джипами, на горку, пытаются проскочить первыми. Постоянно где-то не мешают, поэтому их так и называют, как муравьи. Ну, вот так вот, вы уже поняли, выглядит наш лагерь, в котором мы будем сегодня отдыхать и ночевать. Еще раз показать, насколько уже разросся и увеличился наш лагерь. Вот мы, ну, вот вы уже видели этот наш лагерь. Вот к нам ребята еще подъехали наши квадроциклисты, которые с нами, ну, у нас катаются, участвуют. Вот вы видите, сзади меня они вот расположились. Вот такая вот небольшая квадро, квадросемья, скажем, квадро-банда. Вот они уже, вот смотрите, вот они уже просто умирающее состояние их, вот оно. Но зато довольны и счастливы, все, ну, по сравнению с нами, которые мы выглядим вот так вот, в чистом и нарядном виде, то все квадроциклисты, вы видите, они, вот. Туфли Армании. Нормально видят. Да, да. Все в цвет. Все в цвет, да. Все в цвет, да. Все в цвет, да. Квадроциклисты и УТВшники, они, у них совсем другой кайф и те ощущения, которые вам, ну, нельзя передать тем людям, которые никогда не катались. Вы слышали, как они нас бьют и заставляют ехать. Вот, вот, настоящая правда всех квадроциклистов, почему они так вот одеваются и от этого получают такой кайф, вы поняли? Потому что их из дому просто выгоняют. Так что, вот так вот, вот наши ребята тянущись к нам бревно, вот смотрите, видите, это наши дрова на сегодняшний вечер, это наши шашлыки, на которых мы будем готовить. Вот, вон там ниже наши ребята с Прилук, я дальше потом покажу, к ним спущусь, вот сейчас секундочку, вот они, вот они, они решили там себе расположиться лагерем. Все остальные, ну, скажем, участники и те люди, которые приехали покататься на Карпатском кордоне, они вот, вот, вот так вот дальше, вон они. Поэтому, вот такой вот кайф на Карпатском кордоне происходит, ну, каждый год. И каждый год сюда съезжается огромнейшее количество людей, которые хотят просто получить те эмоции, тот адреналин, который они не получают в повседневной жизни, да, когда вы, ну, просто, не знаю, трудитесь на работе, там где-то ходите себе в офис, сидите, там что-то делаете, продаете или просто работаете на кого-то, то здесь люди приезжают и получают, ну, вот, те незабываемые эмоции, которые можно получить только в Карпатах. Вот также у нас очень много иностранцев приезжает, я вам сейчас хочу показать, вот здесь вот ребята, вы слышите, да? Это ребята приехали из Польши, вот мы придем, познакомимся, привет всем. Да, вы по-русски немножко говорите? Чуть-чуть. О, чуть-чуть, вот, 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 поэтому вот видите, ребята даже из Польши приезжают. Вот, привет вам с Польши. Польши. С Польши. Венгрия, вот, сори, видите? Поэтому ребята тоже, вот видите, даже с Венгрии приезжают к нам в гости сюда постоянно, ну, не постоянно, вы первый раз, не первый? Не, мы уже постоянно, мы это, уже не первый раз, но почему-то, почему-то наше венгерского флага нету на рекламном счете. А, на Карпатском кордоне? Понял, понял. Ну, вот, супер. О, карпат. Супер, чуть-чуть, маленький, маленький. Я сейчас ему скажу. Саня, из-за того, что нету венгерского флага, люди, вот, приезжающие из Венгрии, они уже обиделись на тебя, уже не первый раз, они уже на тебя обиделись, поэтому, Саня... Не, мы не обиделись, мы просто хотим, чтобы на следующий год хотя бы, хотя бы маленький венгерский флаг был. Саня, ты запомнил? Вот он, венгерский флаг. Все, вот он, вот, смотрите. Вот он, венгерский флаг. Вот. Поэтому Карпатский кордон, это интернациональное мероприятие, поэтому, Саня, на следующий год, чтобы вот такой Карпат был. но мне приходится вот за знакомство по-любому поэтому она без этого никак без этого кордон не проходит поэтому вот так все саня ты слышал люди говорят что если не будет венгерского флага они не приедут видите поэтому вот такое гостеприимство здесь на карпатском кордоне поэтому все кто здесь никогда не был приезжайте с радостью и во всегда в любом в любом лагере примут и будут рады угостить чем угодно поскольку это такое ну не знаю интернациональное мероприятие на которое съезжают со всех вот смотрите